Наверное, вам интересно послушать пару слов про меня. Ну, собственно, знаете, это три принципа работы с информацией, да? КГБ, мы тут на Лубянке находимся. Я маркетолог просто по профессии, в том числе в детском маркетинге. Самое главное, что из этого? В каком порядке? Что самое главное? Что первое надо думать, когда вам кто-то что-то рассказывает? Нет, еще какие версии? Кто, да. То есть первое, это... Ну, я специально перепутал порядок. Первое, это кто? Второе. Еще какие версии? Зачем? И только потом? Что вам рассказывать? Поэтому я вам рекомендую, это общая схема. Она, в общем, актуальная для всех случаев жизни. Вот, поэтому следуя этой логике, которая на Лубянке довольно популярна. Вот, сначала расскажу немножко про себя. Я сегодня тихо звучу, вот так будет спокойно. Сегодня такой тяжелый день у меня выдался. Меня зовут Олег Давидович, мне 47 лет, у меня трое детей. Старшая Карина ей 6, средний мой любимый сын Юрик ему 4, и подрастает Светка ей полтора года. Вот, собственно, из этих цифр можно сделать вывод, что я такой поздний папа, в первом браке у меня детей не было, но зато во втором я как бы на Версал упущенное. Вот, поэтому я так понимаю, что все, кто здесь присутствует, ну, кроме оператора и, возможно, каких-то технических людей, у вас у всех скоро 7 месяцев пополнение, да? Я правильно понимаю? Я вас поздравляю. Хорошая новость. Соответственно, о чем мы сегодня будем говорить, мне по большому счету все равно, то есть, как относиться к сегодняшнему мероприятию, то есть, вот, есть человек, который, ну, скажем так, по крайней мере, организаторы мероприятия могут доверить свою аудиторию, это я, то есть, есть вы там с какими-то своими запросами, о чем вам интересно поговорить, да, то есть, о чем вы думаете, то есть, о чем вы пришли, соответственно, от этого, я думаю, мы и будем отталкиваться, вот. Мой профессиональный опыт, если кому-то интересно, я маркетолог с 25-летним стажем, работал директором по маркетингу в таких компаниях, там, как NVIDIA, Детский мир, Кораблик, Дэнди кто-то играл в детстве, вот Дэнди тоже я продавал, вот, сейчас директор по маркетингу Формулы Кино, вот, как правильно маркетинг или маркетинг, вы меня не спрашиваете, я не знаю. Хорошо, для начала у меня, если хотите, можно с эзотерики начать, значит, для начала, во-первых, когда в семье ожидается пополнение, я вижу, кто-то уже на таких приличных сроках, вот, то, как правило, я не знаю, почему, я не знаю, как так устроено, то вопросы с недвижимостью каким-то образом начинают решаться, вот, может быть, кто-то уже почувствовал это, может быть, кто-то почувствует чуть позже, но если ранние сроки, но под, я не знаю еще раз, как так происходит, но под приход нового человека в этот мир всегда как-то в пространство оно определенным образом трансформируется, и под него какое-то пространство у вас образуется. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость, что, собственно, классическая концепция заведения детей, я не имею в виду секс, я имею в виду очередность. Очередность такая, значит, сначала, там, карьера, да, там, квартира, ну, там, где-то тут машина, да, там, ипотека у некоторых может случаться, и потом только мы, там, дети. Сегодня день загадок. Как вы думаете, в каком порядке все правильно расположить? Ну, я же вам, еще раз, я вам, для всех, неважно, то есть, еще раз, я не призываю вас, как бы, слушать меня, как лично в последней инстанции, вы слушаете, ну, как мнение, там, некого человека, который, ну, как, трех детей настрогал, сам еще жив, как бы, дети вроде живы, ну, все, как бы, неплохо. Вот, то есть, сначала, там, обратно, сначала, там, карьера, да, потом, там, квартиры. На самом деле, вот, вот с этого все начинается, то есть, когда у вас появляются дети, то есть, казалось бы, с точки зрения, там, житейской логики, вы, у вас там сразу, ну, там, у женщин понятно, там, какая карьера, да, там. Вот. Кстати, такая фишка есть, то есть, ну, вот в процессе беременности, ну, первое, понятное дело, когда второе, вы уже ответ знаете на этот вопрос. В процессе беременности кажется, ну, вот, 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 сейчас, там, беременность, там, сейчас, вот это, то, все, там, рожу, а потом отдохну, да, то есть, а потом, на самом деле, нифига подобного, потом начинается, там, некий новый этап, то есть, ты родил, вроде как, там, пару дней эйфории, а потом, новая жизнь. Вот, поэтому, опять-таки, это, как бы, из области эзотерики, я не знаю, как логически объяснить, почему, но, собственно, чем больше детей в семье, тем больше, там, там, лучше, тем род ваш становится сильнее. Ну, я не знаю, как это объяснить, какие правильные слова подобрать, но, собственно, наличие ребенка, оно стимулирует и родителей, для того, чтобы вот это все сложилось. То есть, они вам, я не знаю еще раз, как так устроено, но они вам придают определенную силу, вот, пытаясь вам продавать вашу будущую жизнь, я же маркетолог, вот, не с позиции, там, радости отцовства, потому что радости отцовства и радости материнства, они, я вас уверяю, абсолютно уравновешиваются всем геморроем, который вы обретаете, вот, но вот эта штука, она точно совершенно работает на собственном опыте и на опыте тех людей, которых я видел, у которых появлялись дети. То есть, это вторая хорошая новость. Третья хорошая новость, я надеюсь, у всех родителей до сих пор живы, вот, если у кого-то нет мои соболезнования, но, так или иначе, если родители живы, третья хорошая новость, что, когда у вас в семье появляются дети, то вы продляете жизнь своим родителям, там, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и так далее, вот, и я вам советую, ну, то есть, как это, есть такая поговорка, родители надо любить на расстоянии, вот, но чем чаще вы будете, ну, еще раз, да, то есть, у всех разные условия, кто-то живет вместе, кто-то не вместе и так далее, но, соответственно, чем чаще вы будете их друг другом, там, сводить вместе, там, даже хотя бы по скайпу, да, тем вы тем самым продляете жизнь родителям. Я могу сказать, что у меня, например, ну, предки уже дышали наладом, когда у меня появились дети, сейчас они, фу, еще живы, дай им Бог здоровья, все, что хочется, как говорит мой отец, и без очереди. Такие три хорошие, на мой взгляд, новости, которые вам, как вилка, ложка и бутылка, да, нельзя понять, это просто надо запомнить, вот, соответственно, я бы хотел, у нас, в принципе, тут немного, хотел бы со всеми познакомиться, но очень коротко, представиться имя, там, просто, там, триместр или месяц, или неделя, и вот, собственно, ну, о чем хотелось бы послушать, я просто в зависимости от этого, ну, сориентирую, потому что еще раз, мне, в общем, все равно про что говорить, там, про подготовку к родам, как вести себя в роддоме, вот эти первые дни, собственно, как купить нужное, как не купить ненужное, и так далее. Можно с вас начать? Хорошо. Да, кстати, я не знаю, говорили вам или нет, с 36-й по 40-й считается нормально, то есть в этом смысле, то есть если родиться на 36-й кого-то, ничего страшного, так же, как на 40-й, на 41-й, это тоже не критично, то есть в этом смысле никого не слушайте, они сами ничего не знают, врачи, просто беременность, потому что они открыть разрезы скальпелем, посмотреть, как бы, что там происходит, препарировать не могут, вот, поэтому они сами ничего не знают, боятся, назначают все эти КТГ, эти УЗИ постоянные и так далее, но просто за счет того, что, кстати, сейчас я спрошу просто в процессе того, как мысли будут приходить, а, кстати, вы знаете, что в любом случае вот на подобных мероприятиях случайных людей нет, то есть если вам кажется, что какой-то непонятный мужик ни о чем говорит, то все равно это вам зачем-то нужно, так же, как мне нужна зачем-то вот эта ваша аудитория сегодня, ну, то есть вот все равно каким-то образом, это точно, это уже из моей тренерской работы, что всегда на мероприятиях подбирается именно какой-то определенный состав участников, который здесь надо быть, так что расслабьтесь, если вдруг вам кажется, что ни о чем, возможно, будет одна та самая мысль через часок, с которой вы уйдете и ради которой стоило сегодня провести время. Вот, что хотел сказать? А, да, очень важно с точки зрения парадигмы врачей, да, врачебная парадигма, важно, чтобы кладбище не росло, вот, поэтому в последнюю очередь врачам важно, чтобы у вас там все здоровое родилось, им важно, чтобы как бы все родилось, все было хорошо и, в общем, у них там не было никаких судов, поэтому при малейших там каких-то сомнениях, там эпидуралка, ускорение и так далее, то есть чтобы вы понимали, то есть если есть желание, можно поговорить там про выбор роддома, про совместные роды, вот про все эти вещи тоже можно поговорить. Вам о чем хотелось послушать? Сложно сказать, я какое месяц же нужно, считаю, поморозкового? Готовитесь у дитё болеть, что ли будет, или что? Что-то, наверное, всё-таки хочу услышать, но пока не вопрос. Спасибо. У меня Андрей зовут, у нас супруга, 3-2 неделя, но мне больше... А, ну, понятно, мужики, да, то есть когда уже всё вот-вот-вот, надо наконец разобраться со всей этой историей, да, я понимаю. Ну, мне не совсем больше интересно, как раз, как именно период после, связанный, наверное, больше с какими-то путешествиями, путешествиями, переездами, потому что, как бы, понятно, что первое время, понятно, дома, а потом... Хорошо, давайте я сразу-таки короткие вбросы буду делать, потому что там меня тоже может унести, и не факт, что я отвечу. Значит, вот вы сейчас думаете вообще нафиг не о том, скорее всего, о чём там надо думать, и о том, что какие-то там реальные проблемы будут. У меня там в первом браке было там две неудачные беременности, и было там, ну, не у меня, а у первой жены. И были там выкидыши каждый раз на 14-й неделе. И вот когда каждый, ну, там, мы там, ну, такая история, короче, закончилась. Всё хорошо, все живы, жена, я, ну, вот, детей не получилось. И тоже вот когда это первый раз случилось, я был уже в Зорске, мне там 4-й десяток шёл, и я думал, блин, а вот как я буду путешествовать? Собственно, когда родилась кориша уже 4-4 месяца, мы там мотанули в Турцию, на Майске и так далее. То есть в этом смысле вы все, конечно же, уже знаете, что до 2-х часов, до 2-х лет без места. То есть можно экономить, потом платите по полной программе. Вот, в принципе, конечно, первые пару-тройку месяцев лучше никуда не возить. Ну, всё-таки там стрёмно всякие аэропорты, там, инфекции и так далее. Ну, где-то там через 3 месяца, наверное, можно куда-то выезжать. Вот, вы там смотрите, там, на жену, на состояние, там, и так далее. Вот, поэтому каких-то особенных путешествий, вот, до года, в общем, знаете, вот это состояние. У детей есть там младенец, да, то есть вот когда он там, ему кроме мамы ничего не надо. То есть вот для ребёнка до года, вот если мама рядом, то вообще всё пофиг. То есть особенно если вы, ну, предпочтёте вдруг это кормление грудью, что, в общем-то, рекомендуется. Ну, не все просто любят это делать, говорят, там, грудь и всё такое, там, стендаповцы на эту тему любят проходиться. Вот, ну, особенно если кормление грудью, то тогда на взлёте вы его прислонили, как бы, на посадке прислонили. В полёте он спит, как бы, всё хорошо. Ну, там бывает, что уши закладывает, но вот как раз, когда сосёт, он, как бы, и вот это всё происходит. Дальше на пляже, что выложили, там, песочек, пощупал и так далее. Если вы, конечно, там всякие, хотите горные походы, там, вот это всё, экстремальщина, то, конечно, уже на свой страх и риск. А так в этом смысле, то есть если вы, у вас, значит, сейчас 32-я, значит, родится где-то в марте. Ну, в общем, единственный совет такой, старайтесь избегать каких-то, ну, таких, там, типа, на Северный полюс или там в перегрев, ну, такие на уровне здравого смысла. А так всё хорошо. Чё-то ещё хотел сказать на эту тему, но забыл. Антон, Олеся. Очень приятно. 37-я у нас. Да, мы тоже из тех. Видишь. Экспресс-курс. Ну, из интересного, мы вот сейчас задумаемся, там, как носить, как, ну, то есть, слинг, не слинг, ну, вот эти вот все штуки для переноски, скажем так. Плюс интересно вообще, скажем так, прав так ясно. Ну, то есть, не, ну, и как выбрать, наверное, да, это самое безопасное, по краш-тестам, как первые месяцы перевозить, как из роддома везти, ну, то есть, в чём, от коляски, не от коляски, или покупать специально, ну, то есть, вот эти моменты. Окей, ну, давайте я, как бы, вам тоже краткий ответ. В ответ я вам расскажу историю, как у меня кориша рожалась. Значит, мы жили в квартире на Островитяново, снимали. И, кстати, если кто-то, кто дома собирается рожать, нет? Ну, ладно, второго только. Мы второго, третьего дома уже рожали, а первого, конечно, лучше в роддоме. Ну, потому что там, как бы, это определённое нужно понимание. Вы когда в роддом сходите, вы поймёте, о чём я говорю, сейчас не поймёте. Ну, когда в роддом сходите, там, посмотрите на всё это, то вы, в общем, второго. Потом, если я забуду, напомните мне, там, как второго, третьего и зачем это нужно. Вот, кстати, ну, вы все уже, там, на последних сроках, я вижу, пришли, сроках. Вот, уже заметили, наверное, что у жены изменился характер. Вот девушки присутствуют беременные, некоторые глубоко беременные. Вот, вы заметили, что у вас появились какие-то новые черты характера? Кто-то начинает читать, кто-то там слушает музыку, кого-то там на шопинг пробивает, кого-то чё-то. То есть вы заметили, что вы начинаете делать чё-то, чего, как бы, раньше не делали. Вот, это на вас влияет ребёнок, который у вас развивается, да. То есть вот вы, кстати, обратите внимание, к чему у вас склонность. Это, на самом деле, вполне себе, ну, такая понятная логическая связка, к чему у вас склонность развивается сейчас. Но это, вот, скорее всего, ребёнок на эту тему будет. Если пометочки будут делать, про что ещё вам имеет смысл рассказать. Хорошо, с точки зрения переноски слинги, они вполне себе хорошие. Вот, в этом смысле обязательно вы это всё дело повыбирайте. Оль, у тебя есть эти слинги-то, нет? Конечно. Есть. Ну вот, не реклама, мы с Ольгой, в общем, не работали, мы просто с дружим. То есть мы не работали с ней, то есть с Талантом я не сотрудничал. Сотрудничал со всеми конкурентами, вот. И могу сказать, что несколько было там слингов в моей карьере. Значит, на что надо обращать внимание? Это да, это физиологично, это всё хорошо, это удобно. Единственное, вы глядите, чтобы, ну, когда вы будете это, чтобы башка у него там не перее. Ну, чтобы шеи ничего не было. Вот, а так, это там удобная штука, ты в слинг это, особенно, когда маленькое положил, у тебя руки свободны, там можно готовить и так далее. Вот, с точки зрения автокресла есть, значит, смотрите, жила... Чё-то хотите сказать? Да, слинги, они что-то как бы разные. Мы сейчас слушаем раз, ну, про переноску, мы тут здесь не разговаривали. Смотрите, ещё раз, я не являюсь экспертом, вот, продвинутым. Ни в одном вопросе. Вот. Но просто... Я могу ответить по другому шаткому обзору на все вопросы. Да, то есть, вот, Оля, вот, если конкретно по слингам интересует, Оля реально лучше, гораздо меня проконсультирует. Я просто знаю, что их было несколько. Есть вот эти, которые с кольцами, надеваешь там, перетягиваешь, да? Есть, когда ты там заматываешься, да, вот. В любом случае, это как бы удобная штука. Вот, из того, из моего, как бы, житейского опыта, который у меня есть, то есть, очень важно, как там шея у него в этом слинге, да, потому что, когда он ещё головку не держит, чтобы оно как-то там правильно лежало, сказать не может, и не всегда будет кричать, вот. А так, удобная штука. То есть, я слинг рекомендую. У нас были и слинги, и переноски. Вот, у тебя есть, это BabyBird? Бейбер, но это уже не слинг, это переноска. Да, то есть, переноска тоже у нас была, она там очень удобная. Вы надеваете, как бы, сверху куртку застегнули, там, открыли, посмотрели, живой, неживой, закрыли. У нас уже есть с шести дорожек, наверное. Ну, они разные, смотрели, есть рождение сейчас, там есть, в частности, бренды, где лежащие положения ребёнка, подразумевается. И также очень много слинг и генгуру появилось, которые, в принципе, адаптированы для использования с нуля. Ну, обычно слинг классический, если это возможно, это, конечно же, улучшение во всех отношениях. Но не всем он идёт, ну, не то, что идёт, но не у всех, получается, справится со своим доношением. Если в вашем окружении есть слингомама, тогда шансы есть. Если вы начнёте сами пытаться со слингом что-либо придумывать, то, как правило, это не удача, и просто потом уже в втором времени вместе переходят на кинзурушку, и уже... Ну, смотрите, я вам советую, сейчас же это эра Ютуба, вы там посмотрите все вот эти ролики, которые там валяются, и вы просто следите за своей внутренней реакцией, потому что вот кто бы вам что ни говорил, нету неправильных ответов, нету правильных ответов. То есть вы смотрите, и вы интуитивно понимаете, что вам годится, что вам не годится. То есть вот на самом деле, если у вас... Вот ребёнок родился, вас там, не знаю, в квартире закрыть, от всего там интернета от родителей обрезать, то вы всё равно как бы поймёте, что вам делать. Вы, ну вот, не знаю, там, например, если вот вам все говорят переноску, а вот внутри у вас вот против этой переноски какой-то вот стоит... Вот вы начинаете думать о ней, и вам становится некомфортно. Это вот этот интуитивный сигнал, который надо слушать. Или, например, все слинг говорят, а вы вот не знаете, вот вам переноска, и всё. Ну как бы, вы вот прям не хотите... Не надо себя уговаривать. Интуиция, она на самом деле... Ещё одна хорошая новость, забыл сказать. У женщин очень сильно обостряется. Вот. Ну, женщины сильнее мужчин, поэтому они рожают. Вот. Поэтому, собственно, интуиция обостряется, её надо слушать. Это вам тоже такое совет, а не всяких там горе умников вроде меня. Вот. С точки зрения автокресел... С точки зрения автокресел, есть одно прекрасное автокресло. Как вот я у тебя покупал тогда? Как оно? Максикози. И оно реально очень классное. Оно реально очень классное. Оно ни хрена не дешёвое, но оно реально офигенное. Значит, на что обращать внимание? На что обращать внимание? Вот автокресло, и давайте я вам сразу про коляски расскажу. Не про какой-то конкретный бренд, а вообще, как бы, вот некий... Вам ракурс задать с точки зрения практической пользы. Автокресло – это такая штука, которая... То есть вам с этим автокреслом провести год. То есть это такой большой отрезок жизни и уж точно важный отрезок жизни в жизни вашего ребёнка. Вот. Поэтому, с одной стороны, есть желание сэкономить и купить что-то там одно, которое вы там как-то будете раздвигать, а оно как-то там потом с вами будет путешествовать. У всех разное финансовое состояние, разное положение, разные подходы. Кто-то там поэкономичнее, кто-то там, как мы всё это делали, там даже для третьего покупали всё новое. Но на что я обращаю внимание? Во-первых, оно должно быть лёгким, потому что вам его переть. То есть там лежит ребёнок, а он очень быстро растёт. Вот вы и не поверите, насколько быстро это всё растёт, но очень быстро, поверьте на слово. Второе, оно должно быть мегаудобное. И третье, поскольку вы как бы всем этим будете пользоваться активно, то оно должно быть ещё в идеале красивое. Вот кресло Макси Козе, оно от нуля до девяти, вот это, которое у меня. Можете в баланс спуститься, посмотри, ещё раз, ничего не продаю, нет такой задачи. Что мне понравилось? Во-первых, оно очень-очень лёгкое, туда ребёнок очень хорошо ложится. Кстати, вот Светке полтора года, мы только вот через полтора года её оттуда убрали. Ну, то есть она такая, может, компактная у нас. То есть, хотя формально до девяти месяцев. Там такой есть тент, потому что когда светит солнце, там такой тент выдвигается очень удобно и цепляется за ручки. И дальше солнца нет, вы вот вынули автокресло, да, из машины, и вы с ним идёте по улице. Ну, вам тоже не нужно, чтобы кто-то там смотрел на ребёнка, вот это заглядывал. Ну, там я не про цыганок говорю, ну, в общем, около того. Ну, не надо, чтобы просто люди его видели, ну, лишние, которые вам не нужны. Вот, вы так хлоп, это всё, и он там лежит внутри, его не видно. Там, опять-таки, если ему в лицо светит, вы этот, открыли штучку. И очень удобно складываются ручки. То есть, вы прям берёте и всё это дело активно смотрите, как вот вам удобно застёгивать, неудобно и так далее. То есть, в этом смысле, вот на этой штуке нельзя экономить. И сразу расскажу про коляски. на колясках вот вам прям совсем нельзя экономить. Прям совсем нельзя экономить, потому что, ну, это вот фигня, которой вам реально, вот, очень много, особенно мамашкам, очень много времени придётся провести вместе. Очень много времени. и на что обращать внимание. То есть, вы вот сейчас рожаете, я не знаю, в зиму, не в зиму. Вот кто в зиму рожает, ну, наверное, 37-я, но ещё снег-то будет лежать, да? То есть, соответственно, значит, вы смотрите, где вы с ней собираетесь гулять, там, во дворе, не во дворе. Обязательно обращайте внимание, у меня, например, русские двери лифта. То есть, промерьте, она вообще войдёт, не войдёт. Если кто-то планирует вывозить на балкон, чтобы спала, обязательно там промерьте. Она проходит, не проходит. Опять-таки, сами обязательно всё это дело попробуйте поснимать люльку, понадевать люльку, вот, и так далее. И в этом смысле надеяться, что коляска проходит, там, несколько сезонов, нельзя. То есть, я вот несколько раз покупал дешёвые коляски, и каждый раз на эту тему раз-раз. Но дешёвые, я считаю, коляска, люлька, где-то там порядка, до 10 тысяч в районе, 10, там, 12, это вот дешёвые. То есть, где-то там в районе 30 уже начинается что-то приличное, там, 25-30 тысяч. Там, ну, дальше можно там упоительно рассказывать, я просто боюсь сорваться в профессиональный жаргон, потому что я всё это продавал. Там всякие инглезины, у них там одни недостатки, там, у каких-то тефтоний, там, другие преимущества, недостатки, и так далее, и так далее. Вот. Вы обязательно смотрите, чтобы вам прям было комфортно. Вы прям подумайте. То есть, мне вот ручка нужна, там, например, если брать погулочную, вот такая, или мне нужны рожки. На рожки, с одной стороны, удобно вешать сумки, но там, неудобно рулить одной рукой. Если у вас такая ручка, то это удобно рулить одной рукой. То есть, вы там, прикиньте, как вы с ней реально будете, это самое. Если собираетесь ходить в магазин, то внизу корзина должна быть большая. Ну, то есть, вы сядьте и прям напишите, что мне нужно. И с этим списком приходите и смотрите. Вот, она должна, как и машина, хорошо рулиться, она должна быть легкая, она, ну, как бы, все это должно хорошо сниматься, надеваться. То есть, если вы, как бы, даже в магазине не понимаете, как ее сложить, а иногда это не до конца очевидно, то, значит, наверное, покупать ее не надо. Вот, просто еще раз, то есть, вот эти фишки, которые в жизни будут очень важны, и они будут, ну, вот, если будет что-то не то, то вы на это точно будете обращать внимание. И это то, чего нельзя точно совершенно делать между делом. Ну, как бы, то есть, то есть, это важные штуки вашей жизни. Добрый вечер. Павел Фрисов, вторая неделя. Мне интересуют первые книжки. Прошу. А что, родила вы, это друзей? Первые дни. Я вам расскажу, а я начал рассказывать историю, как это, мы коришу рожали, значит, на островитяна вы жили, я напоминаю, и выделяется очень много энергии, выделяется очень много энергии, когда человек рождается. А мы снимали у какой-то девчонки, она там серферша, она где-то в Египте, связи с ней нет, и так далее. И там в доме было два стояка, и, значит, я смотрю, что-то как-то начинает там стучать, и в итоге у меня прорывает канализацию. Не водопровод, а канализацию прям прорывает. Вот. Я начинаю носиться по этажам, и в какой-то момент я понимаю, что это прорывает у меня. Вот. А все заделано. Они, значит, стояк, и они сделали вот такой изгиб, представляете, да? А там квартира была на невысоком, на третьем что-ли этаже. И это говнище, которое они, значит, пробило, и это все начинает вот это течь. И, в общем, а у нас с утра воды отошли, уже так конкретно. Я, значит, начинаю носиться, я начинаю своими руками разбираю вот этот весь этот стояк, как бы вот эти все плитки и так далее. Вот. Естественно, роды, как бы, ну, притормаживаются на этом фоне. Вот. Приходят какие-то сантехники, что-то потом электрики, потом это все нахер замыкает. А поскольку два стояка, это не случайно, они, значит, в этот стояк ходят, берут в другую воду, там все это сливают. В общем, короче, все это разливается. В чужой квартире связи, нет, вообще что делать непонятно. И надо ехать, главное, в роддом. Вот. Так что, если вдруг такие фишки будут происходить, вы там просто будьте готовы какие-то там свет или там с водой, что-то с водой, как правило, может что-то происходить. Ну, у нас, поскольку кореша такое дитя любви, такая девочка, вот, мы там аж на полном раскрытии приехали. Поэтому первые дни я занимался ремонтом, пока она лежала в роддоме. Вот. Соответственно, ну, есть какие-то общие употребительные вещи. Ну, то есть, вначале там эйфория, вот, потом, она приезжает, начинается там послеродовая депрессия, ну, там, когда все это болит, там, заживает, и так далее, и так далее. Кстати, вот мужики, важный момент такой, но я буду в порядке, как вспоминаю, вот, вам рассказывать. То, к чему вы должны быть морально готовы, вы отходите на второй план. И вот, если кто-то там в семье был, ну, там, окружен вниманием, да, со стороны женского пола, ну, и как бы о вас заботились, там, да, то будьте готовы, что какое-то время вы, ну, точно будете не главный. И точно совершенно вы будете там на вторых ролях, в общем, там даже то, что, как бы, какое-то время не будет секса, это, в общем, по большому счету фигня, это все, как бы, можно пережить. Вот, а то, что, вот, фокус внимания с вас смещается на ребенка, и смещается, в общем-то, раз и навсегда, и, и, и вот к этому надо быть готовым, и, собственно, вот к этой своей функции, как бы, ну, такой поддерживающий, да, такого снабженца, вот этот мужик со списком, да, памперсы, вот к этому надо готовиться, я до сих пор хожу, покупаю, ничего, нормально, так что, просто, будьте готовы, к этому надо относиться философски, к этому надо относиться философски, то есть, когда дитё дорастет до года, и начнет что-то там, какие-то проявлять, папа, папа, все это там, компенсируется, первые дни, первые дни, первые дни, дай бог памяти, все это, понятно, Продолжение следует...